Всем привет! Вы на канале Польза Нета. Здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Realme 9i. Разумеется, съемка на него ведется сразу же, вход пишется на него. И сразу на улице вы видите, что солнечно. И в принципе, просто идеальные моменты для съемки с точки зрения освещения. Следующий момент. Снимаю недалеко от дороги, где-то метров 12. Это раз. То есть, если вы слышите машины, значит плохо отрабатывает шумодав. Здесь нет ультраширика в этом устройстве, но есть 90 Гц. Помимо того, что есть 90 Гц в этом смартфоне, довольно неплохой процессор. Неплохо он выбивает в Antutu AI. Можно играть, но не в тяжелые игры. То есть, в Genshin вы поиграете минут 15 с радостью, потом с радостью вы играть уже в него не будете. Максимальное разрешение для съемки 1080p 30 фпс, при том фронталка по мне почему-то работает чуть лучше, чем основная камера. Две физические симки можно запихать и карту памяти. И в целом аппарат более чем достойным, хотя есть какой-то даунгрейд относительно 8i и этот аппарат дешевле. Смотрим. И вот этот смартфон Realme 9i я купил, наверное, только с четвертого раза. У меня проблемы с моим аккаунтом на Али, но это все лирика. Почему? Потому что получилось у меня его приобрести. Приобретал я его, не буду говорить где, но, к сожалению, не в ритейле. Видите, новенький, свеженький и, учитывая, какие ценники сейчас на среднебюджетные аппараты, я считаю, что на данный момент вот это самая актуальная железка, которая только может быть для русского ритейла. Ребрендинг по коробке мне нравится. К желтому цвету мы уже все привыкли. Следующий момент. Вскрываем. И что мы видим? Давайте сначала с хорошего и суперхорошего. Зарядка для довольно экономного аппарата, как я уже говорил, на 33 ватты, и это хорошо. Кабель, напоминаю, что если вы купили смартфон у производителя, допустим, Realme, не надо терять, потому что вполне возможно тот кабель, который вы купите в Китае, за доллар, не будет работать с зарядкой Dart Charge. Достаем. Никакого химического запаха не было. Посмотрите, что здесь налипло. Это что-то заводское. По ощущениям, пластик пластиком, кнопка, я думаю, довольно удобная. Миниджек на борту, инфракрасного порта, разумеется, нет. Наклейку снимаю сразу, потому что неважно, будет, перепродаешь ты или нет, надо смотреть в лицо девайсу, который ты собираешься приобретать. Чехол и ключ для извлечения сим-карт. Либо-либо. Целых две сим-карты можно и карту памяти запихать, и это хорошо. Ничего не прорезинено, и это плохо. Фронталка находится в углу, это отлично. Подбородок приличный и довольно огромный. Очень сильно, к сожалению, похож на девайсы третьего эшелона. И смотрим по весу и размерам. Как всегда, 193 грамма это довольно много. Но с одной стороны, с другой стороны, может быть, это и хорошо. 164 миллиметра высота, 75 миллиметров ширина и толщина в самом толстом месте 10,4 и 8,4 миллиметра. Я прекрасно знаю, что, может быть, кто-то из вас уже видел другие обзоры на данный девайс. Он вышел давно, мне не присылал его производитель. И, возможно, в этом смысле я в каком-то положении из разряда ура. Почему? Потому что очень часто девайсы допиливают потом. То есть я посмотрю, какая сейчас пришла прошивка. Вы увидите, какие здесь будут примеры съемки. Уже в начале видели 99,9 в периоде. И в целом мне вот это дело уже начинает нравиться. В первую очередь, честно, из-за цены. В вторую очередь, потому что я за эти 13 тысяч недавно Blackview тестировал. Realme 9i может продаваться везде. Можете посмотреть, сколько он стоит на Али по ссылке в описании, либо в телеге, либо на Авито, либо еще где-то. Потому что их скупили много. Совсем разберусь и вам обязательно расскажу. Смотрим. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом. Перейдем же к смартфону Realme 9i. Полетели. Приобрести данный смартфон можно в черном цвете, либо синим. Тыльная часть, как и рамки, выполненные из пластика. В руке без чехла лежит удобно. Тыльная часть, к сожалению, марка. Что пыль, что отпечатки собирает на ура. На корпусе расположена утопленная в корпус кнопка питания со сканером отпечатка пальцев. Качели регулировки громкости. Разъем USB Type-C версии 2.0. Два микрофона, динамики основной разговорной. Звучание здесь стерео. Оба динамика отыгрывают хорошо. Плюс технология Real Sound на борту. Далее есть слот на две сим-карты. Карту памяти запихнуть можно до 1 терабайта. Салазки не прорезинены. Последнее это наличие миниджека. Но и капорта не завезли. Официальной защиты от влаги нет. Кнопки особо не люфтят. Сборка мне понравилась, как материалы. Летим дальше. Смартфон оснащен дисплеем на 6,6 дюйма. IPS с разрешением 1080 на 2412 пикселей. Матрица экрана абсолютно плоская. Плотность пикселей 401 ppi, чего в принципе достаточно. Пиковая яркость 480 нит. На солнце, к моему удивлению, яркости лично мне хватает. Хотя бликов по максимуму. Картинка насыщенная и четкая. В отличие, кстати, от Poco M4 Pro, который у меня недавно был на обзоре. Частота обновления экрана 90 Гц. И на выбор есть еще 60 Гц и автогерцовка. Тач на 180 Гц работает он неплохо. Автояркость работает странно, но исправно. Точнее адаптируется под освещение. Под разными углами тон картинки слегка бросает в теплый оттенок. Далее мультитач в 10 касаний на борту. И кто спрашивает, зачем я все это проверяю, потому что очень часто у смартфонов третьего эшелона это дело не работает. Работает 5 пальцев, 7 пальцев или защищенных смартфонов. Очень часто так бывает. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатка пальца, внедренного в кнопку блокировки и распознавания лица. Сканер отпечатка пальцев работает шустро и без промахов. Распознавание лица срабатывает также без нареканий. Отсканировать два одинаковых отпечатка возможности нет. И биометрические данные завести можно только одного лица. Подбородок внизу экрана есть и он заметный, как и рамки. Летим дальше. Процессор Qualcomm Snapdragon 680 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами. Максимальная тактовая частота которого 2,4 ГГц. Графический процессор Adreno 610, интерфейс Realme UI 2.0 и Android 11 версии. Оперативная память LPDDR4X доступна 4 гигабайта, плюс расширить ее можно на виртуальные 3 гигабайта. И внутренняя память UFS 2.2 и на выбор 64 или 128 гигабайт. И как я говорил в ролике, что если вы используете виртуальные 3 гигабайта, вот в данном устройстве это однозначно видно, у вас почему-то дольше запускается камера. Проще говоря, все процессы запускаются дольше. Владельцам Realme обратите внимание. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, смартфон не поддерживает 5G-сети, а для 4G у него есть Band 7 и 20, который на борту. Сеть мобильную ловит хорошо, звучание при звонках отличное, но записи разговора в стоке нет. Датчики приближения работают исправно, вибро не топовое, но и неплохое, и настроить его возможности нет. Bluetooth версии 5.0 не последний, но нормальный. NFC поддерживает и Google Pay встает. Из навигации GPS GLONASS, Beidou и Galileo. GPS-тест на холодную показывает точность до 3 метров, при условии, что рядом есть высотки. Аккумулятор на 5000 мАч в PC марке выдал 10 часов 14 минут, и осталось еще 20%. Тест я проводил при 90 Гц на максимальной яркости. Полный цикл зарядки с 0 до 100% от родного адаптера питания занимает 1 час 10 минут. За час игры в Genshin Impact улетает 30% заряда на средних настройках графики. Играть на графике выше средней не вариант, так как фризов и лагов куда больше. Яркость смартфон не понижал, что тоже хорошо, но в целом на минималках можно играть, если не завышать планку, а поигрывать во что-то не проще, чем в PUBG или танки. Потому что в Genshin играть некомфортно, во все остальное более чем. Бесправной зарядки, разумеется, нет. Из датчиков нам завезли датчик освещенности, датчик приближения, магнитный датчик и акселерометр. Перейдем же к тестам. Троттлинг тест проходит неплохо. 168 гипсов минимально, максимально 199 гипсов и в среднем 190 гипсов при 100 протоках на 30 минутах. В Geekbench и в сингл коре 382, в мультикоре 1532, в 3D марке показал Wild Life 356, Wild Life Extreme 51, Wild Life Stress Test 451, Wild Life Extreme Stress Test 123, Slingshot 2076, Slingshot Extreme 1336. В Antutu выдал средние результаты в 251 тысячу попугаев, что очень даже неплохо. Storage Test показал неплохие 38 130 баллов. Stress Test прошел смартфон отлично, но после 45 минут стабильность упала. Результаты вы видите на экране. Тест искусственного интеллекта выдал почти 100 тысяч баллов 99 743, что неплохо. Основной блок камер с тыльной части состоит из трех модулей. Основная на 50 мегапикселей, макромодуль на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием 4 сантиметра. И черно-белый модуль также на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 30 фпс. Оптической стабилизации, как и цифровой, не завезли. 16-мегапиксельная фронтальная камера находится в верхнем правом углу экрана, что лично для меня удобно, но ее габариты оставляют желать лучшего. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 фпс. Режимов для съемки немного, но самые основные на борту. Короткие примеры вы сейчас увидите. Пример съемки фронтальной камеры Realme 9i. Подъезд и да, это самые сложные условия для подобного аппарата. Возможно, они в каком-то смысле неподъемные, но повторяюсь, я, наверное, скажу об этом раз 30 за ролик. Данный аппарат был куплен просто бешеным количеством людей на распродажу. Если посмотрите, опять же, по ссылке в описании есть лот. И какое количество, вы удивитесь. По этой причине их перепродают прям в диком количестве. И если даже не приобретать в Китае или в официальном магазине, много где их можно достать дешево и выгодно. Так, ну отлично. Не совсем плохо. Ну, плохо, но не совсем. Может быть, опять же, на меня влияет то, что адекватный прайс. Здесь смотрим роллинг-шаттер. Попытаемся разглядеть мое лицо в статике. А то мы постоянно в динамике ходим, и меня все ругают. Все, не ругайте меня. Единственное, я не на штативе, конечно же, держу телефон. У меня руки не трясутся. Я не пью, не курю пока. Давно. И в целом, камера, фронталка. Шумы, конечно, лютые, но меня устраивает. Потому что я помню о прайсе. А прайс, опять же, в рублевом эквиваленте более чем адекватен. Не знаю, что сейчас, когда вы будете смотреть, будет на Алишке. Просто волшебная возможность послушать шум ветра и каким образом справляются микрофоны. Потому что здесь как аэродинамическая труба. В целом, съемка, вы сами видите, по поводу стабилизации цифровой. Она здесь практически отсутствует. Но, во всяком случае, он пытается что-то делать. Потому что, по сравнению с аппаратами от BlackView, допустим, того же, это небо и земля. Там цифровая стабилизация была номинальная. Здесь цифра хотя бы старается. Максимальное увеличение X10. Мыло лютое. Даже на штативе будет мыло. Но, как мне кто-то написал, в X10 на Samsung S22, который я недавно тестировал, лучше качество, чем на ультраширике. Может быть. Может быть. Ну и очередной тест автофокуса. Пока он нестабилен. Возможно из-за ветра легкого. Но хотелось бы чего-то лучшего. Может быть что-то не так с отражениями. Но мне кажется, что проблема глубже. Я не думаю, что вам придется или будет приятно пытаться ловить таким же образом объекты, как я это делаю. Но, с другой стороны, а что хотеть от аппарата, который откровенно является лоу-костом? Чуть ли не самой дешевой моделью на данный момент. Из минимально потребных. Опять же, есть определенный уровень, я считаю. И в этот уровень, в плане количества оперативной памяти, в первую очередь, этот смарт подходит. Попытка забежать на ступеньки. И все в огне. Что там с неоновыми вывесками? Плавненько. Х3. Х10. Ну, даже не мылит. И плавно назад. Еще Х10. Ну, как говорится, первые эмоции практически самые правильные. Я хочу отметить, что аппарат делает очень качественные снимки в ночное время. Даже в неоновом освещении. Вы увидите примеры. И вы должны понимать, что на экране телефона то, что я вижу изначально, какую картинку, и то, что вытягивает аппарат после этого, ну, небо и земля. Я понимаю, что это не уровень флагмана. Но фото это точно у них получилось. По поводу того, насколько комфортно пользоваться, абсолютно не перегружены информацией и функциями. Меню, к слову. Ага, видите? Ну-ка, фокус на... Нет, нет. Не хочет увидеть. Не хочет видеть. Время. Время лояльное. Без 10-2. Обычно в 3 здесь иду. Ночью. Зато удобно. Людей не пугают телефонами. Правда? Вот так примерно все и будет. Можно поставить на паузу, можно, разумеется, сфотографировать. Единственная, обработка ночных фото занимает довольно продолжительное время. Около 3-4 секунд. Что, в принципе, логично, потому что обрабатывает он его, опять же, фотографию ночную, прямо по полной программе. Я откровенно скажу, что меня это дело радует. Ну, я думаю, вам хватит. В принципе, примеров и съемки ночной. Но видео у него хуже, чем фото. Что неудивительно. Ультраширика нет. Ну и, как говорится, единообразно, пусть и безобразно. Опять же, снова, несмотря на то, что аппарат является лоукостом, тест в максимально неприятных условиях с изменением освещения искусственного, с теплым светом неоднородным и акустикой. Е-хе-хей! Вы прекрасно слышите, как здесь великолепно раздается эхо в переходе. К чему это все? К тому, что вот так примерно сможет вас снимать великий и ужасный Realme 9i, который, опять же, всеми был чуть ли не съеден. Я опять снова не понимаю почему. Потому что неважно, даунгрейд здесь относительно прошлой модели или попытка еще что-то сделать, тот ценник, который на него был выставлен, адекватен. Роллинг-шатра я не наблюдаю. И в целом, впечатление от аппарата исключительно пока положительное, особенно учитывая, что у него фронтальная камера находится не по центру, что для лоукоста может быть уже и не редкость относительно. Но я мало где встречал. Еще один шанс услышать, как этот мобильный телефон работает рядом с дорогой, как пишет видео, при этом как пишет аудио. Насколько хорошо шумодабы у микрофона отрабатывают, вы, я думаю, должны слышать, потому что рядом, даже если человек бы шел в непосредственной близости от меня, ему бы слышно меня было плохо, особенно вот в такие магические моменты. Что я могу сказать про фронталку, если снимать с двух рук, то она снимает лучше. Но вы в курсе, что примерно то же качество даже у супертоповых смартов от BBK и фронтальная камера, она не особо сильно отличается ни по разрешению, ни по качеству съемки. Роллинг-шаттер вроде бы даже днем не появился, может быть минимальный есть, но это надо уже на компьютере смотреть, вам будет виднее, чем мне. Так, сейчас мы попытаемся снять одинокую утку, и, ага, уже две утки, и четыре голубя. с иксом сначала, икс-10, света в принципе достаточно, потому, поэтому то, что вы видите легкое мыло, значит, что иксы использовать не стоит. И если вблизи, вот как движущиеся цели, объекты, это дело все снимают. притом голуби более стрессоустойчивые. По стабилизации и всему остальному вы уже видели, смарт для своих денег снимает хорошо. Пример съемки днем, фронталка, и как говорили у Realme, вот конкретно у этой модели с файлом подкачки, работает телефон в раза два медленнее, чем если его деактивировать. Так что, если не услышали с первого раза в начале или в конце я это повторял, обязательно делаем и пробуем. Особенно это хорошо видно, когда вы запускаете камеру. Фронталка работает хорошо, стабилизация, конечно, минимальна, что неудивительно. И пример съемки днем, немного в солнечную погоду, вот так против, солнце он снимает, чтобы вы понимали, в эту сторону я смотреть даже в очках не могу, то есть так оно слепит, плюс еще же логично, что отражается все это дело от снега. Минусы, это маленькое разрешение съемки, старенький блютуз, нет возможности настроить вибромоторчик, нет и к порта, да и в принципе все, наверное, ну может быть добавить, что в геншин с радостью не поиграешь, но опять же, он и не игровой. Цена по ссылке в описании к видео, если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном коменте. Периодически Али даже в это время их выкидывает. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Плюс предложение из-за разряда оно еще осталось по старым ценам. Я думаю, вы понимаете о чем я. Резюмирую, объективная реальность или реальная объективность? Реальная объективность в том, что в долларах этот аппарат стоит адекватных денег. Сколько он будет в других валютах, неизвестно. Почему я делаю сейчас на него обзор? Потому что в принципе остатков этих девайсов на том же Авито море, притом новых, притом они стоят на процентов наверное 60 дешевле, чем сейчас на Алиэкспрессе. Опять же, может вы сейчас посмотрите и реально на Авито они уже дороже, тогда есть смысл смотреть на Али. Что будет завтра с курсом неизвестно, это и не важно. У меня не экономический, не политический канал. Это средняк. За доллары более чем адекватной стоимости. Внутрянка у него достойная. Да, это не профессиональный девайс для игр. Да, у него нет ультраширика. Но все, что можно запихать в вариант эконом-класса, здесь запихали. Здесь есть стерео, здесь неплохой проц, здесь отличная оболочка и довольно неплохая камера, как вы видите. Опять же, выход опять пишу на него. Не забываем подписаться на канал, ставим лайк за труды, пишем в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Девайс сюда. Добра и удачи вам, дорогие друзья.